Санкт-Петербург Сегодня в решающем финальном матче Кубка Шпенглера в четвертый раз завоевать вот этот трофей, который уже в новом обличии предстанет перед болельщиками и участниками этого турнира. И соперником питерских армейцев будет сборная команда Канады, которая к разочарованию местных болельщиков швейцарских обыграла в полуфинальном матче накануне команду Давос, причем обыграла очень уверенно со счетом 4-0. Ну а что касается армейцев Санкт-Петербурга, то они выиграли 4-3 в овертайме у Сорвета Женевского. И сегодня, конечно же, как главные фавориты турнира настроены на то, чтобы, ну, во-первых, поддержать Марку, да, континентальной хоккейной лиги, а во-вторых, постоять за честь родного Санкт-Петербурга, да и всей хоккейной России. Марк Месье, главный тренер сборной Канады, на ваших экранах. Вацлав Сикора, наставник СКА Санкт-Петербург. И давайте тогда о составах команд. Но сейчас нам по традиции представят, я так понимаю, стартовые пятерки, а точнее шестерки вместе с вратарями. Итак, Джефф Делорье, 38-й номер, голкипер сборной команды Канады, успевший отметиться и в национальной хоккейной лиге в составе Эдмонтон-Ойлерс. По 36-м Брэндон Белл и по 77-м Трэвис Роше. Это пара защитников канадцев. Джош Холден, Мартин Кори и Блэйн Доун. Вот такие вот игроки у нас числятся в первом звене, но нам сейчас, я так понимаю, все-таки представляют тройку Жан-Пьер Вижье, Доминико Питис и Эрик Ландри, 19-й, точнее 24-й, 9-й, 19-й. Вот так вот номинально третье звено, но вот представили нам его как стартовое. Что касается армейцев Санкт-Петербурга, Якуб Штепанок в воротах, Йоханн Франсен и Дмитрий Воробьев, 85-й и 77-й номер соответственно. Это пара защитников. Алексей Яшин под 19-м, Максим Сушинский под 33-м и Тони Мортенсен под 9-м номером. Это ударная пятерка питерских армейцев, которая в принципе и делает погоду на этом турнире. Вместе с вами за этим матчем будет наблюдать я, комментатор телеканала Евроспорт, два Игоря Кэтманов. Представлю я и рефери. Два арбитра у нас главных. Это Владимир Балушка и Гислайн Геберт. Ну и лайнсмены. Петер Кюнг и Сильвен Лозье. Ну что ж, поехали. Питерс выигрывает Браслоне. Сейчас пока шайба канадцы на своей половине поля. Передача под красную линию. Далее вброс в зону. Но здесь надежно играют питерские армейцы, защитники СК Санкт-Петербург. Пока что СКА владеет шайбой. Но потеря, к сожалению, потеря у Максима Сушинского. И уже канадцы пытаются начать атаку. Вброс шайбы в зону. Выкатывается из ворот Яков Штепанок. Оставляет шайбу партнеру. И смена пошла. Дмитрий Воробьев. Передача под синюю линию. Антон Бутта, Петр Чиянок и Матиас Вейнхандель. Третье звено появилось на льду у армейцев Санкт-Петербурга. Денис Гребешков, Денис Денисов. Это пара защитников. Не получилось отбросить шайбу. Канадцы хорошо поборолись в углу площадки. Но вот только сейчас завладели шайбы питерские армейцы. Хорошо сыграл Денис Денисов. И силовой прием в исполнении Евгения Артюхина. Мощного форварда третьего звена. Третье звено вышло на площадку у питерских армейцев. Евгений Артюхин, Сергей Брылин и Максим Афиногенов. Алексей Семенов, Виталий Вишневский. Это пара защитников. Канадцы пока что с шайбой. Смена. Алексей Семенов. Передача. Входит в зону Артем Крюков. Уже четверка и тройка на льду. Крюков бросок. Еще один бросок. И в игру вступает Джефф Де Лорье. Ну вот не играет сегодня у канадцев Марк Бео. Получила накануне в полуфинале травму. Вместо него в третьем звене Эрик Ландри с Доминикой Питисом и Жан-Пьером Вижье. Но в третьем опять-таки нам его представили как первое. И соответственно произошли у канадцев изменения в других пятерках. Ну давайте я вам вторую пятерку представлю. Брэд Маклин, Глен Метрополита, Яник Леху, Кори Мерфи и Джоэл Квитковский. Это пара защитников. Очень неплохой. Накануне они провели матч. Ну в первую очередь это касается Глена Метрополита. Третье звено Микки Дюпон и Марк Попович. Защитники Жан-Пьер Вижье, Доминика Питис и Эрик Ландри. Тройка нападающих. А в четвертом звене Кертис Браун с позицией защитника переместился на позицию центра форварда. Играет вместе с Паскалем Пелетье и Майком Иглденом. Дювай Весткот защитник. И появился Кертис Мерфи в четвертой паре защитников. Человек, который практически не играл в национальной хоккейной лиге. Ну провел там всего лишь один матч. Знакомый, наверное, российским болельщикам многим по выступлениям за Ярославский локомотив. Но там он провел всего лишь один сезон. Вот сейчас узка была неплохая атака. Тони Мортенс отделал передачу на лево. Не прошел этот пас. Так вот, Кертис Мерфи. У нас два Мерфи. Сегодня Кори Мерфи и Кертис Мерфи. Кертис Мерфи даже успел выиграть кубок Тернера. Выступая в ИХЛ, уже почивший в Бозе лиге. К сожалению, по финансовым причинам не существует больше этой известной хоккейной организации, довольно-таки. Ну и выступает сейчас Мерфи в Швейцарии. Довольно эмоционален Марк Месье. Ну, сам он признавался, что, наверное, все-таки оставит тренерскую деятельность. Наверное, не совсем это его стезя. Хотя, наверное, можно было бы и поспорить с Марком Месье, потому что до финала команду Канады он довел. Армейцы пока что владеют шайбой. Довольно опасный наброс был на пятак. Так, ну у нас сейчас, по-моему, второе звено, да? Чаянок Бут Вейнхандель. Антон Бут, напомню, забросил победную шайбу накануне поворота Сервета. И сейчас показали нам крупным планом Виталия Вишневского, который с кистей бросал поворотом. Там пытался Чаянок перекрыть обзор вратарю. Поворотся на пятачке, но не получилось. Сергей Брылин на точке вбрасывания. Проиграли вбрасывание армейцы. Пока что канадцы шайбы. Вводят шайбу в среднюю зону. Это Мартин. Это Майк Игульден был. Вброс в зону. Там активно, очень активно у борта играет у лицового Сергей Брылин. Сохраняет шайбу пока что для своей команды. Но вот сейчас потеря у питерских армейцев. И не получается, соответственно, атака у Канады. Смена довольно долго. На льду находилось второе звено. Армейцев Санкт-Петербурга. Вот одна из редких атак канадской команды. Вошли они в зону. Ландри борется за шайбу. С Денисом Денисовым. Передача на защитника не проходит. Дойдет ли дело до броска сейчас в итоге. Шитиков. Ну, Воскот потерял шайбу. Пытался развернуться и бросить нападающий СК. Но здесь было нарушено правило. И отправляется на скамеечку штрафников. По-моему, это Питес, да. Запутал его Максим Рыбин. Зацепил клюшкой своего визави Питес. Очень много различных зацепов, мелких нарушений. Грязно играет сборная Канады. И за это, я думаю, надо ее наказывать. Тем более, что согласно статистике на этом турнире Ну, хотел я сказать, что у СКА лучшая статистика. Статистика, в принципе, неплохая. Но у канадцев пока что по реализации большинства они лучшие. Бросок. И вот здесь неудобно было добивать еще. Перевод налево. Побольше, побольше бросков надо нагружать сейчас Джеффа Де Лорье. Яшин. На пятак. Там никого и не было. Йохан Франсен возвращает шайбу партнеру. Тони Мортенсен. Оставляет Сушинскому. Сушинский в правом круге вбрасывание. Перевод. Ну и на пятак вот здесь. Есть добивание Алексея Яшин. Не удалось ему переправить шайбу у ворота. Уже больше минуты канадцы отыграли в меньшинстве. Денис Гребешков сделал передачу. Дали следует бросок. Нет. Подставлена клюшка. Хороший момент для броска и... Джефф Де Лорье. Джефф Де Лорье. Денис Денисов наносил бросок поворотом. Выиграли вбрасывание армейцы. Чуть более 20 секунд есть еще у них на реализацию большинства. Ложный замах. Затем бросок. После неплохой передачи. И в одно касание переправлял шайбу у ворота Денис Денисов. Но на пути шайбы опять оказался канадский голкипер. Но здесь в принципе видел Де Лорье. Момент броска. Полет шайбы. И поэтому сыграл весьма и весьма надежно. К сожалению, вышла шайба из зоны. Но сейчас секунд 8 потребуется только на то, чтобы войти в зону. И соответственно уже... Нет. Быстро вошли в зону. Можно еще бросить. Опасный бросок. И вот еще момент УСКА. А Каза явным преимуществом армейцев Санкт-Петербурга. И у Петра Чаянока, и у Антона Бута были моменты. Сейчас мы видели. Вот как раз-таки Чаянок там поборолся на пятаке. Но так слегка подтолкнул спину канадского защитника. Показывают нам эмоции главных тренеров. Под словом Сикора и Марка Месье. В полном составе играет сборная команда Канады. Вне игры. Холден очень неплохо проводит последние матчи на этом турнире. Напомню, что в отличие от армейцев Санкт-Петербурга, согласно регламенту турнира, сборная команда Канады, так как она заняла второе место в группе Катинни. Провела дополнительный, так называемый, четвертьфинальный матч против пражской Спарты. С большим трудом канадцы выиграли со счетом 4-3 в овертайме. Ну, те, кто внимательно следит за кубком Шпенглера, знают, что здесь новый регламент с этого сезона. Две группы. Группа Ганса Катинни и Рихарда Биби Торьяни. Об этом, в принципе, я уже говорил в своем репортаже накануне, во время второго полуфинального матча Давоса против команды Канады. Проброс сейчас, может быть, и не лишний будет напомнить, да, что это известные, знаменитые швейцарские хоккеисты. Катинни, обладатель бронзовой медали Олимпиады в Санкт-Морице в 48-м, Рихард Биби Торьяни, который также, помимо вот этой бронзы 48-го года, завоевал медаль того же достоинства и в 28-м году, в том же Санкт-Морице, ну и выиграл серебряную медаль чемпионата мира по санному спорту в Давосе в 57-м году. Кстати, сын Торьяни, Марко, президент Сервета, один из влиятельных людей на этом турнире. Армейцы вошли в зону. Потерял шайбу с Каи, канадцы пока что в зоне петербуржцев. Лоху потерял, потерял шайбу, но выбросили из своей зоны шайбу питерские армейцы. Никит Дефон заковырялся, и есть возможность 2 в 2. Нет, броска не получилось, броска не получилось у Тони Мортенсона. Первое звено сейчас на площадке у питерского СКА. Мортенсен, Яшин, Сушинский. Оттеснили Яшина от шайбы, но вот у Алексея снова шайбы. Сушинский в одно касание на Мортенсона чуть не точно. Чуть не точно, и Маклин оказался первым на подборе. И вот такая грубейшая ошибка. Ну а почему же сходу не бросить? Ну я понимаю. Красиво, да! И в итоге все-таки Сушинский добивает шайбу ворота. 1-0! СКА Санкт-Петербург выходит вперед. Молодец, Максим. Не подвело здесь его голевое читье. Притаился возле правой штанги. И в итоге переправляет шайбу ворота Джеффа Делорье. 1-0! СКА Санкт-Петербург выигрывает финальный матч Кубка Шпенглера у команды Канады. Вот такой бросок с разворота Тони Мортенсона. Не самый сильный бросок. Не сумел зафиксировать шайбу Джефф Делорье. И на добивании тот, как тут оказался Максим Сушинский. 1-0 мы выигрываем. Но с канадцами надо держать ухо в остро. Наказывают они моментально. Хотя по вчерашнему третьему периоду игры против Давоса такого и не скажешь. Потому что куча моментов упустила канадская команда. Но к тому времени она уже выигрывала. Уверена, со счетом 4-0. И в итоге не довели матч до полного разгрома швейцарцев. Хотя 4-0 в хоккее уже считается разгромный результат. Пока что с Кава так и неплохо. И в одно касание попытка переправить шайбу в исполнении Брылина. Еще один бросок. Брылиант на защитника бросок. Заблокирован бросок. Но сам же отработал в обороне сейчас Йохан Франсен. И в итоге не без нарушения правил. Да, за задержку отправляется на 2 минуты отдыхать Йохан Франсен. И теперь у канадцев появляется возможность реализовать численное большинство 33-33. Вот такой процент. 33,33. Процент реализации большинства. Канадцы по этому показателю лучшие на турнире. Но по вчерашнему полуфиналу такого бы я не сказал. Один раз только реализовали большинство канадцев. А вот здесь плюс ко всему еще армейцев и контратака. Получается бросок. Нет, но здесь уже Сушинский не смог добить шайбу. И поехала меняться питерская четверка. У Роше ломается клюшка. Белл. Брэндон Белл сегодня не обязательно называть его имя, потому что Марк Белл не играет. Как мы видели, он наблюдает с трибун за этим матчем. Ну, самое главное, все в порядке, потому что так было ощущение, что травма довольно тяжелая. бросок. Виталий Вишневский на ваших экранах и... да... к сожалению, за толчок соперника отправляется отдыхать Виталий Вишневский. И, соответственно, пять на три. Пять на три. Сейчас у Канады появляется реальнейший шанс для того, чтобы сравнять счет. это Марк Месье дает указание Игл Дэну. Так, ну сколько там играть-то? Да, более сорока секунд. Вот такое весомое преимущество будет у Канадцев. Лаху за ворота. Но пока без просков. Вот только сейчас следует бросок в исполнении Роше. Белл. Ждет обратной передачи. Роше с кистей! Молодчина! Молодчина! Яков Штепанек все здесь прекрасно видел. И лишь подтвердил свой класс. Эффектно поймав Шайбу в ловушку. Набросал поворотом Трэвис Роше. Корея бросок! Неприятный бросок в исполнении Мартина Кореи. Бывшего рижского динамовца. Мартин Корея младший брат Пола Кореи. Вот как раз нам показывает момент повтор этого броска. Только коньком отбивает шайбу Якуб Штепанек большим трудом. Многие говорят прежде всего о японском происхождении братьев Кореи. Кстати, их трое. Дастик играет в Финляндии. Есть еще между прочим сестра Нарихо. Она профессионально занимается боксом. Так вот, правильно все-таки говорить наверное о японско-шотландском происхождении братьев и сестры Корея. Ну, Пол Корея самый известный из братьев. Мартин и Стив выступающий в СМ-лиге не столь известны. Она предъявляет претензии Якуб Штепан к арбитру. В итоге вбрасывание в средней зоне. Тони Мортенсен на точке вбрасывания против Холдена. Проиграл шею. Проиграл вбрасывание Тони Мортенсен. Быстро входит в зону Канадца. Еще один бросок. Блайндаун бросал поворотом. Накануне он отличился в полуфинальном матче. Но уже полегче играть, потому что четвером против пятерых. Но все равно еще 30 секунд надо выстоять. Армейцам бросок. Якуб Штепан вступает в игру. Отражает бросок Микки Дюпона. Вбрасывание в зоне армейцев Санкт-Петербурга сейчас будет. Квитковский перевод направо. Вновь Квитковский в одно касание. Не получился вонтаймер сейчас у Канадца у Жан-Пьера Вежье. Янук не удалось ему увезти шайбу из зоны. Борьба в углу площадки. В полном составе играет СКА. Бросок на закусочку что называется. Еще один. Ну вот по инерции канадцы все-таки продолжают играть будто бы они по-прежнему в численном большинстве. И вот сейчас будет смена и все встанет на свои места. Потому что армейцы в принципе до этого удаления до двух удалений доминировали на площадке. Виталий Вишневский из шайбы. Белл начинает он атаку. Вброс в зону. Марк Попович неточный пас. И вот так по борту запускает Паскаля Петье. А далее наброс на пятак. И здесь в игру вступает уже питерский голкипер Яков Штепанек. Браун бросал. Говорил я о том, что в 1970 году армейцы Санкт-Петербурга впервые стали победителями на этом турнире Кубок Шпенглера. Затем на следующий год они опять увезли заветный трофей в тогда еще советский Ленинград. Ну и в 1977 году выигрывали в третий раз. И причем все время в финалах они побеждали чешскую команду Дукла Яглава. Довольно известный клуб, который был одним из ведущих, если не ведущим на тот момент в 70-е, в 80-е в чешском хоккее, в чехословацком тогда еще хоккее. Знаменитая Дукла Яглава. Сейчас просто хоккейный клуб Яглава. Ну а у нас уже менее четырех минут остается играть в первом периоде. И вот опасная ситуация у ворот Якуба Штепанека. Бросок со средней дистанции в исполнении Яни Калеху. Играет он в швейцарской лиге Замбри Пиота. Ну в принципе как и все хоккеисты этой канадской команды за исключением голкипера. Выиграли канадцы вбрасывание. Брэндон Белл на брос. Затем добивание. Вежье это Белл. Вновь Вежье с шайбой. Нет, все-таки Денис Денисов попытался выбрось шайбу из зоны. Затем подгребает под себя шайбу Яков Штепанек. Грубо его атакует канадский игрок. Сразу же там на защиту своего голкипера бросаются и Сушинский, и Тони Мортенсен. Еще раз смотрим этот момент. Ну вот бросок забирает шайбу Яков Штепанек накрывает ловушкой и некрасиво здесь сыграл канадский игрок. Антон Бут был на наших экранах крупным планом. Автор победной заброшенной шайбы в полуфинале в овертайме полуфинала. Канадцы так под заново с периода активизировались. По-прежнему много владеют шайбы. Постоянно находятся в зоне питерской команды. Смена у канадцев. Брэндон Белл пока что за воротами. Сейчас вторая пятерка должна появиться у канадцев на площадке. Маклин Митрополит Леху. Мы посмотрим пара защитников. Нет, кстати, не вторая пятерка, между прочим. Корея Холдендау. По-моему, вот сейчас такое звено на площадке. И вторая пара защитников Квитковский Кори Мерфи. Квитковский с шайбой. Передача. Ну вот такой силовой прием получился против арбитра. Там была игра высоко поднятой клюшкой, я так понимаю, или от Максима Рыбина шайба ушла за пределы площадки, наверное, поэтому бросование было в зоне питерских армейцев. И здесь уже прозвучал свисток. Максим Рыбин так настроен весьма агрессивно. Ну а нам показывают талисмана этого турнира новый талисман Хидж, горный альпийский козел. Только в этом году кубок Шпенглера обзавелся своим талисманом. Хидж это, по-моему, либо прозвище жителей кантона Граубюнден, живучих в горах, говорящих на редком ретро-романском языке романше название этого коренного населения Швейцарии, либо на ретро-романском так называется это животное. Сейчас точно вам не скажу, к сожалению, уже не помню, но появлялась информация по поводу вот этого нового талисмана на турнире. В Граубюндене, кстати, ретро-романский второй язык после немецкого, третий по распространенности это итальянский, если быть более точным, ломбардское наречие. Так что вот на ретро-романском естественно только в горах в таких отдаленных деревнях говорят. атака в основном все по-немецки. Полтора минуты остается у нас до конца первого периода, а питерский СКА по-прежнему к нашей радости выигрывает у сборной команды Канады, но канадцы все чаще и чаще угрожают воротам Якуба Штепанека. вот сейчас вошли в зону канадцев армейцы. Появилась первая тройка Мортенсен не получился бросок Яшин бросок вновь Алексей с шайбой великолепно работает оклюшка Алексей Яшин прикрывает шайбу корпусом очень тяжело к нему подобраться Воробьев оставляет шайбу партнеру поехал на смену Йохан Франсон тоже сейчас поедет меняться Матиас Вейнхандель уже на площадке Петр Чиянок Антон Бут и Денис Гребешков Денис Денисов вот такая пятерка будет такое сочетание на льду армейцев Санкт-Петербурга тем временем канадцы атакуют бросок и вновь в игре Якуб Штепанов хороший бросок плотный ну и на месте армейский галкипер отставлена клюшка шайба ушла в сторону за пределы площадки и вбрасывание в зоне Штепанака самое главное не дать бросить вот на последних секундах и так заканчивается первый период армейцы Санкт-Петербурга пока что выигрывают в финальном матче Кубка Шпенглера у сборной команды Канады единственную шайбу с передачи Тони Мортенсона забросил Максим Сушинский вот как раз таки мы видим нам показывают как была заброшена эта шайба надеемся что не последний раз шайба оказывается в сетке ворот Джеффа Делорье ну а пока отдохнем возвращаемся друзья в Давос на Вейланд-арену где проходит финальный матч Кубка Шпенглера традиционного предновогоднего хоккейного турнира после первого периода армейцы Санкт-Петербурга выигрывают у сборной Канады со счетом 1-0 единственную шайбу забросил на 11-й минуте Максим Сушинский с передачи Тони Мортенсона таким образом Максим Сушинский набирает 5-е очко за результативность на этом турнире а Тони Мортенсен 6-й и пока что Тони Мортенсен возглавляет список самых результативных игроков этого турнира и вообще пока что блестящий Тони выглядит на Кубке Шпенглера напомню что кстати еще до того как перебраться в Россию да в 2008 году Тони Мортенсен получил приз самому полезному игроку Лицерян в шведской элитной хоккейной лиге выступая там за Линчопинг ну что ж а у нас уже начался второй период будем сейчас внимательно следить за тем как армейцы попытаются развить свой успех ну надо сказать что во второй половине первого периода преимущество было на стороне канадцев да плюс ко всему у них еще был и численный перевес 5 на 3 они успели поиграть порядка 40 секунд ну вот дальний бросок и после первого периода 11-9 вот такая статистика по броскам в пользу сборной Канады но вот период второй более активно начали питерские армейцы и сейчас пытался протолкнуть шайбу ворота под щитками галкипера Джеффа Долорье Петер Чаянок центр форварда второго звена СК Санкт-Петербург на пару с Денисом Денисовым пытались они соорудить сообразить этот гол на двоих но не вышло и вот ответ канадцев бросок с кистей Брэд Маклин бросал на месте Яков Штепанок Ну я уже вступал накануне в такую заочную дискуссию с теми кто считает ненужным вот это участие в пункте Шпенглера но опять все зависит от того какие задачи решает команда я думаю что питерский СКА вот сейчас это по составу такой клуб который должен собирать любые трофеи и одно другому не помеха как говорится вот сейчас бросок и вновь в игре Делорье Максим Афиногенов Ямилова узнаю по походке продемонстрировал нам великолепный дриблинг выиграли вбрасывание канадцы в средней зоне сейчас шайба вот только вновь вышла шайба за пределы синей линии вот такой вброс здесь Мак Игольден поборолся у борта ну а далее неточная передача на Игольдена и уже Францен выводит шайбу из своей зоны Вестков длинный пас под синюю линию добивание неприятный бросок и довольно болезненный надо сказать для Якуба Штепанека нет все в порядке с голкипером еще один бросок это уже Жан-Пьер Вежье угрожал воротам один из самых результативных игроков в составе сборной Канады 2 заброшенные шайбы плюс передача в его активе здесь возник конфликт Ландри бывший московский динамовец который кстати в составе московского Динамо здесь же выигрывал кубок Шпенглера тогда динамовцы обыграли как раз таки сборную Канады а сейчас Ландри играет уже за канадскую команду вот хорошая атака может получиться наброс на пятак но здесь да здесь Матинсу Вейнхандлю не удалось переправить шайбу ворота до него передача это не дошла смена у нас пошла Антон Бот получал шайбу уже за синей линией но решил все равно подискутировать с Лайнсманом ворота Секора будем надеяться что до конца сезона проработает он в СК Санкт-Петербург потому что задачи перед командой конечно же поставлены грандиозные так скажем Максим Айфеногенов оставляет шайбу бросок великолепная скорость у Максима Айфеногенова по-прежнему достаточно пары шагов для того чтобы уйти от соперника Лейховский оставляет шайбу партнеру Дюфону но здесь вне игры вне игры еще раз нам показывают проход Максима Айфеногенова оставление но затем уже бросал его партнер а это кстати не Айфеногенов между прочим был по-моему Айфеногенов как раз таки бросал да передачу делал Евгений Артюхин Крюков потеря один там был в зоне сборной Канады Крюков Хорошая передача под красную линию ну и вновь остановка в группе на этом турнире питерские армейцы заняли первое место выиграли они со счетом 3-1 у Сервета затем победили Спарту 4-1 довольно легко попали в полуфинал где у них возникли уже определенные проблемы все с тем же Серветом 4-3 они выиграли в дополнительное время ага здесь 6 полевых игроков было на льду и соответственно отбывает штраф у нас Денис Шитиков да но это претензия уже к скамейке к штабу питерской команды 2 минуты будет у канадцев большинство что проброс пообщался Петя с Эльвеном Улье Петя но вот сейчас они завладели вновь шайбой выводят шайбы из своей зоны Делорье вступает в игру передача на Брэндона Белла из-за ворот начинает атаку Брэндон Белл ну и хорошо встречает в средней зоне петербургцы а вот здесь неприятный момент и не выйдет добивание в одно касание не получился бросок у игрока сборной Канады Денис Денисов борется у порта еще один неприятный бросок пока что шайба в зоне СКА Гребешков подтолкнул слегка соперника недовольно загудили трибуны Мерфи заряжает вновь Мерфи у партнера и вот хороший перевод бросок в ближний угол Штепанок на месте Питис на защитника вновь Питис бросок перевод и да все классно хорошо разыграно перевод на Микки Дюпона и в одно касание показал что будет бросать Питис но в итоге сделал передачу на Микки Дюпона и тот переправляет шайбу ворота Якуба Штепанока 1-1 реализовали все-таки большинство канадцы хороший пас упустил Микки Дюпона Дмитрий Шитиков или у нас уже вышло во время штрафное посмотрим в большинстве забросили по-моему все-таки шайбу канадца хотя по-моему все-таки там Шитиков был 23-й номер вышедший уже со скамейки штрафников недорог красивый гол конечно в исполнении канадской команды но нам-то от этого не легче Да, в равных составах уже играли команды. Как раз тот момент, когда появился у СКА пятый полевой игрок. Забросили шайбу канадца. Ну что ж, слово за россиянами. Вейнхандель. Неплохой перевод был. Там уже Петр Чиянок находился на пятачке. Да, удаление сейчас будет у канадцев. Отправляется две минуты отдыхать. Блейндаун. За нарушение правил против Крюкова. За задержку соперника Крюшкой. Еще и добавил. Нет, за подножку. За подножку все-таки такова официальная формулировка, но неважно. Подножка, задержка соперника. Две минуты. Будет численное преимущество у армейцев. Сушинский оставляет шайбу партнеру. Франсон пошел в зону. Первая пятерка на льду у СКА. Франсон, Воробьев, Сушинский, Мортенсен, Яшин. Ну, какая ошибка сейчас Дмитрия Воробьева. Мы вернули шайбу в зону канадцев. Мортенсен, Мортенсен, Яшин. Очень быстрые руки у Мортенсена. Ну что ж, пока ни разу не наказывали канадцев. Питерские армейцы. Да, я смотрю, и команда Канады лишь один раз вот до этого момента играла в меньшинстве. До удаления Блэна Дауна. Еще было удаление у Доминика Питеса. Так что, в принципе, это вторая попытка реализации численного большинства у СКА сегодня. Надо бросать. Бросок. Так, мощный бросок, но не точный. И что, еще одно удаление. Марк Копович. Заблокировку. Атака игрока, не владеющего шайбой. Недоволен Треевский штаб Канады. Чаянок атаковал Попович. А если вот именно за это нарушением было удаление. И сейчас вот этим надо пользоваться. Этим надо пользоваться более 30 секунд на реализацию двух лишних. Хрансон. Попович. Хрансон. Яшин. Мишинский Яшин, гол! 2-1 СК Санкт-Петербург Вновь выходит вперед Алексей Яшин Алексей Яшин Забрасывает свою Третью шайбу на этом турнире И набирает Шестое очко за результативность А результативная передача Записана на счет Максима Сушинского Без шансов Без шансов для Джеффа Делорье Еще минуту с лишним Будут играть в большинстве Питерские армейцы Вне игры, ах ты Оторопился Максим Афиногенов Рядом с ловушкой прошла шайба Но Джеффа Делорье Попросту не успел среагировать На столь мощный выстрел Алексея Яшина Нашего звездного ветерана Ну что, есть порох в пороховницах? Афиногенов У него тоже пороху хватает Выбрасывает шайбу Канадцы Вводит из своей зоны Семенов Вилен оставляет шайбу Семенову Можно и бросить Тяг долго Тянул, тянул С броском Семенов В итоге попал в ноги Защитнику Через 10 секунд Появится пятый полевой игрок На льду у канадцев Есть еще времечко-то, а? Нет, все В полном составе играют канадцы Не будет здесь проброса Хороший перевод под красную Бот Вновь в бот был шайбу Мы уже подустали Волден Франсон Даурье Вступил в игру Здесь лишь один канадец был У лицового борта Такая вязкая борьба Пошла у нас В средней зоне В том числе Не получилось атака И вот сейчас контратака У канадцев Поставление Маклин И в игре уже Галкипер СКА И Якуб Штепанок Вот так по ходу сезона Якуб Штепанок стал Основным галкипером Вытеснив из состава Евгения Набокова А потом Евгений вовсе Ухатил за океан Но причем К тому множество Не только игровые В том числе и семейные обстоятельства Галкипер Остановил шайбу За воротами Неплохо встречают Питерские армейцы Уже в средней зоне Канадских игроков И пока что У канадцев Мало что получается Денисов Вновь он с шайбой Получил обратную передачу От Мортенсона Затем перевод Под синюю линию Но здесь Не получилось Войти в зону Афиногенов Там скорость набирал Ждет защитник Питерского СКА Пока появится Новый состав на льду Артюхин Брелин Афиногенов Артюхин Афиногенов Первым появился На площадке Из своего звена Гол Классно Чем-то похоже Кстати на гол Канадцев 3-1 3-1 СКА выигрывает Браво Я думаю Швейцарские болельщики По достоинству Оценили Вот эту голевую комбинацию И гол Максима Афиногенова Но здесь Надо еще отметить И работу Евгения Артюхина На пятаке Который Отлег на себя Внимание Афиногенов Прикатил На дальнюю штангу И получив Великолепный пас Ему уже не составляло Труда Переправить шайбу В незащищенный угол ворот Вот только Просмотрел Я кто же сделал Выполнил Результативную передачу Ну сейчас Уточню потом Статистику Канадцам уже Я думаю Тяжеловато будет Ну и нашим тоже Не сбавлять оборотов Рыбин Сколько было разговоров О переходе Максима Рыбина И Спартаковска Ну я думаю Здесь Максим Пообщался В том числе И со своими Бывшими партнерами Потому что Спартак тоже Принимал участие В этом турнире Правда Не столь успешно Так Микки Дюпон Он удален За атаку игрока Не владеющего шайбой И опять Чистное преимущество У СКА Передачу записали На Евгения Артюхина Ну Евгений Артюхин Работал там На пятаке И еще раз Пытаю 44 номер Все-таки По-моему Не он Делал этот пас Задумался Марк Месье По прозвищу Месье Генменеджер сборной Команда Канады На Олимпиаде Легенда Национальной Хоккейной Лиги Эдмонтона Нью-Йорк Рэнджерс Ну и Последний сезон Аван Хайл Напомним Марк Месье В Ванкувере Поиграл Оффсайд А между прочим Месье Это был Выбран Всего лишь Если мне не изменяет Память В третьем раунде Драфта В свое время Оффсайд Много здесь поклонников питерской команды, да и у местных болельщиков тоже СКА вызывает симпатию. Бут, бросок, подставлена клюшкой, шайба покидает пределы площадки, выбрасывание в оборонительных порядках сборной Канады у ворот Джеффа Де Лорье. Чайянко выиграл вбрасывании, далее следует бросок, вновь Де Лорье в игре, Денисов бросал. Два Дениса играют в паре у питерского СКА, Денис Гребешков, Денис Денисов. Такая Денисовая пара защитников. Чаянок, конечно, хорош на точке, на точке вбрасывания, Вейнхандель. Через защитника бросок. Выводит шайбу Канадца из своей зоны. Вейнхандель. Чаянок. Нет, вот это зря сделал сейчас Вейнхандель. Точнее, Антон Бут это даже был, а не Вейнхандель. Так, Афиногенов, Брылин, Артюхин появились на льду. Неплохой матч сегодня проводит эта тройка. Пара защитников. Алексей Семенов, Виталий Вишневский. Афиногенов. Тормозом развернулся, но здесь уже падая, делал передачу, поэтому не точно она получилась. Контратака канадцев. Есть возможность для броска. Не совсем удобный был пас сейчас. И все-таки опасная ситуация возникла. Еще один бросок. Аборту полу... И удаление будет у СКА. Семенов отправится сейчас отдыхать. Отложенный штраф. Шесть игроков на площадке у команды Канады. Бросок. Вступает в игру Якоб Штепанек. И вот сейчас последует удаление. Шесть игроков на площадке у команды Канады. Да, нарушал правила Алексей Семенов на Паскале Петье. Огромный двухметровый защитник питерской команды. Более ста килограммов веса. Минута 45 будет Канад сыграть в большинстве. Если не забросить, конечно, шайбу, то придется им перенести свое большинство, реализацию большинства и на начало третьего периода. Но там уже какие-то считанные секунды останутся. Бросок сходу. Защитника попадает шайба. В Йокона Франсена. Сушинский боролся у борта. Завладели шайбой в итоге армейцы. Не удалось выбросить шайбу из зоны. Ну и сейчас тоже не получается. Легко перевод. Через защитника. Бросок. Штепанок на месте. Ну что, больше минуты уже отыграли. Белл бросал поворотом. Неплохой у него бросок. Вообще, пока что приятного впечатления оставляет вот этот пара защитников, Брэндон Белл и Дрэвис Роше. Неплохо выглядят и Джоэл Квитковский. Ну, надо сказать, что и он, и Кори Мерфи часто грешат неоправданными нарушениями правил. Бежье все-таки выиграл вбрасывание. Бросок. В игру Штепанок вновь вступает. Ну и 10 секунд остается до окончания второго периода. Ну что ж, заканчивается второй период финального матча Кобка Шпенглера. СКА Санкт-Петербург выигрывает у команды Канады со счетом 3-1. Пропустили в начале второго периода шайбу от Мики Дюпона, но затем Алексей Яшин и Максим Афиногенов довели преимущество питерского СКА до двух шайб. И вот при таких раскладах мы отправляемся на перерыв. Ждем третьего, возможно, решающего периода. Надеемся, что Овертайма в этом матче удастся избежать, и СКА одержит победу в финальной встрече. Возвращаемся в Давос. Финальный матч Кобка Шпенглера. СКА Санкт-Петербург выигрывает у сборной команды Канады со счетом 3-1. Напомню, что у питерских армейцев шайбы забрасывали Максим Сушинский, Алексей Яшин и Максим Афиногенов. И у Канады отличился Мики Дюпон. В начале второго периода он сравнял счет, но затем голы Яшина и Афиногенова принесли СКА довольно комфортное преимущество перед третьим, возможно, заключительным периодом этого финального матча. Ну, если не дай бог основное время завершится в ничью, то нас ждет дополнительный период пятиминутный. Армейцы начали вот этот третий период в меньшинстве. Был удален у них Алексей Семенов в самом конце второй двадцатиминутки за блокировку, за атаку игрока, не владеющего шайбой, но сейчас уже в полном составе играет СКА. И в игру вступает голкипер питерской команды Якуб Штепанек. Именно он сегодня защищает воротом. Максим Соколов, запасной вратарь СКА Санкт-Петербург в этом финальном матче. Канад с шайбой. Пас под красную линию. Не точно. Вновь армейцы завладели шайбой. Виталий Вишневский сделал передачу. Далее проброс по борту. Первым на шайбе оказался защитник сборной Канады. И вот сейчас у канадцев может получиться неплохая атака. Но здесь уже довольно плотный трафик был в зоне. И поэтому передача не прошла. Передача Блэйна Дауна. Силовой прием. Хорошо поборолся за шайбу Евгений Артюхин. Но все-таки угрожают воротом Санкт-Петербурга канадцы. И неприятный бросок. И вот все-таки Ландри подрался. Алексей Петров решил посоревноваться в кулачном бою с Ариком Ландри. Ну, Алексей Петров я смотрю остался доволен этим поединком. А вот Ландри не очень так разнервничался, что даже он не стал садиться на скамеечку запасных. Штрафников, конечно же. Выигрывали выбрасывание питерские армейцы. Обоюдное удаление. Атака СКА. Квитковский. Ну что ж, любопытно будет посмотреть. 4 на 4 команда играют. Кому это в итоге принесет больше дивидендов канадцам или армейцам Санкт-Петербурга. Хори Мерфи с шайбой. Это Брэндон Белл уже. Бросок с неудобной руки. Несильный бросок. Ближний угол. И на месте Якоб Штепана. Хороший проход Брэндона Белла. Ну, уже его накрывали, поэтому неудобно было бросать. Но вот это не самый красивый жест, мягко говоря. Белл. Лобо придержали здесь военхандлера руками. Свой сток арбитра молчит. И канадцы шайбы. Бросок. И приятный Майкл Гульден. И еще один наброс на дальний пятак. Бут. Гульден. Дюпон. Накрыли уже центрального нападающего. И Максим Афиногенов набирает скорость. Обыгрывает. И еще успевает бросить. Молодец Максим. Довольно ярко сегодня смотрится. И шайбу забросил. И постоянно угрожает воротам Джеффа Делорье. Артюхин. Нет. Как просто шайбу у него не отобрать. Очень мощный силовой форвард. Одной рукой держит клюшку. Легко контролирует шайбу. Вновь была передача в направлении Артюхина. Но дальше прокатывает шайба по борту. Афиногенов. Передача. Добавление. Ах ты. Момент хороший был у Артема Крюкова. Афиногенов. Рыбия бросок. Афиногенов. В надежде на то, что там на добивании сыграет Артем Крюков. Ну, непредсказуемый был для него отскок. Корея. Мартин Корея. Семенов борется в углу. Корея. Хороший пас. Правда, здесь нужно еще развернуться Поповичу для того, чтобы выполнить бросок. В итоге в итоге нарушение правил. Игра высоко поднятой клюшкой. И удаление. Удаление у канадца в блейндаун. Отправиться отдыхать. Две минуты. Алексей Семенов, конечно же, не блейндаун. Против блейнадауна были нарушены правила. И две минуты у канадцев на реализацию большинства. Семенов, по-моему, второй раз уже сегодня удаляется. Если не третий. Он был удален в конце второго периода. Да, второй раз. Бросок. Волочина Штепана. Хороший все-таки бросок у Брэндона Белла. Ну, здесь прекрасно все видел. Чешский вратарь. Вывели шайбу из своей зоны. Штепанок, напомню, чемпион мира 2010-го года. Когда сборная Чехии как раз в финале переиграла сборную команду России. Минуту уже отыграли в меньшинстве армейцы. Игл Дэн. Перевод на Корио не получился. И Антон Бут выводит шайбу из своей зоны. Субтитры делал Дэн. Субтитры делал Dэн. выиграли выбрасывание армейцы завладели шайбой правда борьбу навязывают канадцы у лицового борта но надо отбросить да, что и делает Максим Афиногенов выводит шайбу в среднюю зону теперь канадцам все, надо начинать заново вошли они в зону СКА Питье оставили его без шайбы и вновь подальше от своих ворот через 7 секунд появится на льду Алексей Семенов у Андрии и останавливает игру Якуб Степанов ну все, в полном составе СКА Семенов уже был на площадке силовой прием в исполнении Евгения Артюхина настырный какой Мерфи Артюхин даже удивился так, отмахнулся от него, как от назойливой мухи питерский гигант ну а Хидж, талисман, тем временем заводит публику у порта Рыбин так, отмахнулся от него хорошее настроение и у Максима Афиногенова и у Евгения Артюхина канадцы тем временем выигрывают вбрасывание Дюпуан на дальнем пятачке не оказалось и спокойненько россияне выводят шайбу в среднюю зону ну а здесь положение вне игры положение вне игры 3-1 по-прежнему СКА выигрывает у сборной Канады Блэйна Дауна нам показали ярко он проявил себя накануне в полуфинальном матче против Давоса но будем надеяться, что это и был потолок для Блэйна Дауна и для всех его товарищей по команде Мерфи силовой прием против Блэйна Дауна Йохан Франсен провел Вежье потерял шайбу нарушения правил не было Дмитрий Воробьев нет положения вне игры Яшин Сушинский оставляет шайбу Яшину и Гульден шайбу потерял поспокойнее, повнимательнее надо играть армейцам Семенов Нельзя трогать шайбу Будет положение вне игры И армейцы уже в атаке Поехали они, правда, на смену И вот хороший момент у Канады Бросок Слава Богу, ворота не попал сейчас Глен Метрополит Ответ СКА Нет, не получился Неудачный пас Метрополит Какая открытая игра у нас пошла в эти последние минуты Это не на руку Питеру Брылин поборолся Артюхин Жестко против него и сыграл Вескот Сбил с ног нашего гиганта Метрополит Квитковский Бросок Маклина На месте Штепана Там досталось Франсону Опятье После свистка Питере попал Клюшкой в лицо Франсону Выиграли канадцы Вбрасывание Маклин Ландри Лекул Ландри Яшин Воробьев Передача Но Сушинского Не проходит Тем не менее Проброса Не будет Семенов Хороший Атака Бросок Штанга Ох ты Чаянок Чаянок Еще один момент Нет Вот сейчас Можно добить Шансы Войнхандля Но не пробиваем В этом Эпизоде Джефф Долорье А вот Интересно Был бы Посмотреть Нам предыдущий Эпизод Когда был Бросок Чаянок И в штангу Попадает Шайба Роше Не самый лучший Вход в зону У канадцев Не удалось Там закрепиться Афиногенов Правда Поборолись Канадцы Включили Форчекинг И затем Следует Бросок Поворотом Брэндона Белла Опять Белл Не дает Шайбе Покинуть Зону Ну вот Сейчас Смена Левковский Хорош Артюхин Нет Это Рыбин Кстати Это Рыбин Сейчас Как раз таки Вот На льду Рыбин Крюхов Шитиков Матлин Матрополит Отбились Закрепились В зоне Канадцы У них По-прежнему Преимущество По статистике Бросков По всяком случае Довольно весомый Перевес был После второго периода 26 на 19 25 сейвов После двух периодов Сделал Якуб Штепанов Чешский Галкипер Питерского СКА Питес Дальше 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 по борту Прижимаются К своим воротам Армейцы Потерял из виду Шайбу Штепанок И Вескот Бросал Сейчас По воротам Довольно Неприятная Была ситуация Здесь Рикошет Был от Наги Ландри Залетела бы Шайба В верхнюю девятку От Ландри Да Было бы неприятно Ну что ж Случай в данной ситуации Не на стороне Канадцев Еще один Неприятный Наброс Вейнхандель Выбросил Шайбу В среднюю зону Ландри Вескот Потерял Шайбу Вейнхандель Запутался Там Вейнхандель И Антон Бут Не поняли Друг друга Кому В какую сторону Надо ехать В итоге Потеряли Шайбу И атака Канадцев Нет Здесь все Закончилось Для наших Удачно Максим Афина Генову Надо побороться Дальше Не терять Своего Визави Пять минут До конца Третьего Периода Питерский СКА Выигрывает Со счетом 3-1 В финальном матче Кубка Шпенглера У сборной Команды Канады Выбрасывают Шайбу За пределы Площадки Яник Леху И сразу же Все прекрасно Понимаю Отправляются На скамейку Для плохих Парней За задержку Игры Такова Официальная Формулировка Две минуты Чистного Преимущества У питерского СКА Эрик Ландри На точке Вбрасывания Против Мортенсона Но пока что Шайба армейца Бросок Добивания Сушинский Ах ты У него был момент Схожий Да В первом Периоде Когда Максим Переправил Шайбу ворота Вновь Сушинский Яшин Через защитника Не получается Бросок Франсон Входит в зону По борту Неудачно Как играет Сушинский Но все-таки Шайбу сохранили Ну а здесь Дальше Приходится Мортенсону Выкатить Свою зону Шайбы Следует Потеря Лайндаун Активно Поборолся И уже Минуту Большинство Съели Канадцы Да плюс Ко всему Было еще Удаление Нарушение Правил Со стороны Мортенсона По-моему Вне игры И Удаление У питерского СКА Да Тони Мортенсона Отправляется На скамейку Штрафников Игра Высоко Поднятой Клюшкой Ударил По лицу Блэйна Дауна Ну пока что 4 на 4 Будут играть Команды Чуть менее Минуты А далее Чистное преимущество Будет у Канады Вот это уже Будет Неприятные Мгновения Знакомые Все лица Хорошее настроение Пока что У питерского Босса Чаянок Рейнхандель И вот Есть момент Для броска Бросок Рикошет Отставлена Клюшка Чаянок Против Митрополита Кори Мерфи Ну и в полном составе Канадцы играют Минута 13 На реализацию Большинства Чуть ли не последний шанс Да последний шанс Наверное Для сборной Канады Спасти игру Рошее Ежье Питес Маклин назад Защитника Рошее Кистевой бросок Питес По лицевому борту Шайба Покидает Зону Питерского СКА 15 секунд Еще продержаться Армейцам Вот неприятный момент Бросок Молочина Штепанек Один из лучших игроков В составе СКА В этом матче И вновь Штепанек Каким-то чудом Не попадает шайба У ворота После броска Брэда Маклина Да Ну и все В полном составе СКА Еще один бросок А здесь все-таки Да что ж такое-то А Брэд Маклин Все-таки Добивается Своего Как белка В колесе Крутился Яков Штепанек В рамке Ворот И в итоге 3-2 Так Сколько до конца Покажите нам Секундомер Бросок Белла Холден Маячил Перед Штепанек И упустили Маклина Да Уже Вишневский Лишь увидел Номер На спине Номер Автора Заброшенной Шайбы Ликует Марк Месье Ну что ж Великий Берет тайм-аут Свитер С одиннадцатым Номером Сейчас Находится Под сводами Мэдисон Сквер Гарден Ну а Марк Месье Дает Последние Финальные Указания Своим Подопечным Тяжелую Концовочку Соорудили Для себя Питерские Армейцы Казалось бы Уже играли Они В полном Составе Чем-то Похожи На первую Заброшенную Канадскую Шайбу Когда тоже Уже Только появился На льду Семенов И СКА пропустил Так и здесь Вышел Оштрафованный Игрок Тони Мортенсен Но Армейцы Но надо Сейчас им Проявить Характер Характер А не Мягкотелость Гол Максим Сушинский В пустые Ворота И Наверное Можно Говорить О том Что Питерские СКА выигрывают Этот турнир Шесть полевых игроков Было на площадке У сборной Канады Вратарь На скамейке Запасных Потеря Улицового Порта Спокойно Максим Сушинский Отправил Шайбу В пустые Ворота И так 4-2 4-2 СКА выигрывает Еще один момент Был у армейцев Правда Не получилось Выполнить Бросок У Войнхандля Ух Все-таки Канадцы Опять Снимают Вратаря Надежда Умирает Последний Но в данной Ситуации Повезло Сборной Канады Проброс Поддался Соблазну Денис Гребешков В принципе Можно было Увести Шайбу Из своей Зоны И не обязательно Было бросать Поворотом Или хотя бы Не сильно бросить Так чтобы Не Не было Проброса Еще один Тайм-аут Ну на этот раз Наверное Армейцы его взяли Или в тот раз Взял питерский СКА Сейчас как раз Марк Месе Потому что Оба раза нам Показывали Канадскую скамейку Которая Понятное дело Самая оживленная Там кипит Жизнь Не скажу Что жизнь Не кипит На скамейке Питерского СКА Просто Настроение Немного иное У питерских Армейцев Они выигрывают С разницей В две шайбы Делори Остается На скамейке Запасных Последний шанс Ну уже сколько Было таких Последних шансов Да Ждем мы Конечно Финальной сирены Тампонирует нос Кому-то из Канадских Игроков Считанные секунды Какой неприятный момент Джордж Холден Мог переправить Шайбу ворота На Питеса Питеса оставили Без шайбы Вывести шайбу Среднюю зону Не удалось Да что ж ты будешь делать А? За две И две десятые Секунды Сокращают До минимума Разрыв Канадцы Безалаберно Играет СКА В обороне Холден Отличился Красиво С лету Переправил Шайбу Ну все Наконец-то Звучит Финальная сирена И СКА Санкт-Петербург Четвертый раз В своей истории Выигрывает Шпенглер Кап Поздравляем Питерских Армейцев С этой Безусловно Знаковой Победой Ну будем Будем надеяться Что более весомые Трофеи У СКА Еще впереди Может быть И в этом сезоне Ну сейчас По традиции Будет Награждение Лучших Игроков В этой Встрече В составе И сборной Команды Канады И СКА Санкт-Петербург Ну и возможно Мы увидим Вручение Вот этого Кубка Шпенглера В новом Уже Исполнении То есть Сам По себе Приз Новый На этом Турнире Санкт-Петербург Поздравляем Всех Поклонников Питерских Армейцев С этой Победой Сейчас Мы увидим Тоже Будет Признан Лучшим В составе Сборной Канады И В составе СКА Голкипер Де Лорье У Канадцев Лучший И Максим Сушинский Лучший В составе Победителей В составе Санкт-Петербург Вот как раз на ваших экранах промелькнул главный приз турнира. Получают призы полуфиналисты, игроки Женевы и Товоса. Благодарят команду Канады, финалиста Кубка Шпенглера. И получают приз Питис. Памятный приз за участие в финале. Памятные призывы. Кантона Грау Бюнден. Впервые в 1984 году приняли участие канадцы в Кубке Шпенглера. И тот дебют был для них победным. Так же, кстати, как и дебют СКА в 1970-м. Вот спустя 40 лет армейцы Санкт-Петербурга в четвертый раз в своей истории выигрывают этот кубок. Вот такие оригинальные медали. Хрустальные. Самое главное не разбить. Хотя, я думаю, конечно же, канадцы мечтали о большем. Вот Джефф Делорье. Хороший турнир он провел. Бывший одноклубник Николая Хабибулина. Ну и сейчас самое интересное будет вручение главного трофея. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну что ж, дождемся мы вручения трофея или нет. Похоже, что нет, но ничего страшного. Вот нам показали главный трофей этого турнира, который, собственно, и называется Кубок Шпенглера. Поздравляют Максима Сушинского. С вами был Игорь Катманов. Удачи и до новых встреч. Всех с победы и с наступающим праздником.